Слава Украине! Только что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о новом плане помощи для Украины. Точнее это старый план, просто текущие новые расходы со стороны Соединенных Штатов. Америка выделяет очередные 800 миллионов долларов на поддержку украинской армии и на поддержку экономики Украины. В то же самое время Байден сказал, что они с сегодняшнего дня запрещают всем российским судам, всем судам под российским флагом вход в порты Соединенных Штатов Америки. То есть, я сейчас даже уже, честно говоря, затрудняюсь, куда вообще могут зайти суда под российским флагом. Интересно, что российскими считаются суда, любые суда, которые ходили под российским флагом, начиная с 24 февраля. То есть, если после 24 февраля текущего года кто-то из них быстренько переоформил на какой-то другой флаг эти суда, они все равно автоматически считаются российскими и никуда входить не в какие порты они входить не могут. Кроме этого, президент США заявил, что он ожидает от Конгресса выделения новых средств на помощь Украины и также заявил о начале помощи для тех украинцев, которые попали в Соединенные Штаты уже из-за агрессии России. То есть, им будет даваться определенное время на акклиматизацию и вообще на нахождение в Соединенных Штатах, по крайней мере, до окончания войны с Россией. Вот такие вот новости. То есть, Америка нас не забывает. И, собственно говоря, практически каждое выступление президента США – это очередные новости для нас. Я также скажу от себя, что на сегодняшний день Соединенные Штаты перешли от поставки нам только вот джаверинов и стингеров к поставке тяжелого вооружения. Имеется в виду, прежде всего, американские гаубицы, а также американские боевые машины пехоты Брэдли. Ну что ж, замечательно. Слава Украине. И привет всем от Полонского. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.